Всем добрый день, с вами я Александр Демидович. Сегодня у нас 21 декабря 2018 года и вот что я хотел бы вам рассказать, то что я вижу и показать. Итак, вчера я побывал возле нашей елки вечером, безусловно елка красивая, потрачены деньги, наверное, я не экономист и не могу просчитывать, наверное, правильно, но будем надеяться на нашу власть. Но, опять же, я хотел бы акцентировать внимание на то, что я увидел. Я вот вам показываю. Вы видите наш сейфмобиль, который, ну, у них производственная необходимость, скажем прямо, подъезжать к магазинам для того, чтобы делать инкассацию. Вопросов нету, это нормальное явление, это рабочий момент. Но, когда устанавливалась сама елка и устанавливался вот этот торговый городок, слева вы видите, никто не подумал о том, что бывают моменты в жизни, с которыми надо считаться. И вот вы видите, суперсейф проехал только что возле ЦУМа, там он останавливался. Сейчас он проехал, кстати, возле пресловутой арки. Когда были события возле арки, вы все помните, одним из мотивов было то, что через эту арку могут проезжать скорые, могут проезжать пожарные машины, ну, и такие технологические автомобили. Но, получается, арка на сегодня закрыта наглухо и туда проехать никто не может. То есть, мы сами себе врали. Ну, и вот вы видите дальше, сейфмобиль вернулся, и вот он едет, открыто едет по тротуару. Никто, опять же, и я возвращаюсь, не задумывался о том, что есть, бывают такие необходимости. В частности, бывает, что и пожарные машины, и скорая должна проехать. Но сюда она никаким образом, особенно если будет много людей, проехать будет, я более чем уверен, нереально. Опять же, вот смотрите, сейчас суперсейф будет поворачивать вправо. Вот здесь он в этом районе заезжал, по бордюрам, вот клумбочки эти маленькие, все это без разницы ему показалось. Сейчас он будет вот выезжать, смотрите, и вот опять он по бордюрам. Что будет с ними происходить, никого не интересует. Создаётся впечатление, что летние площадки были убраны именно для того, чтобы в какой-то момент технологический транспорт имел возможность перемещаться, как ему взбредёт в голову. И вот опять он возвращается, потому что там столбик установлен, и много людей, видите, вот дети, все останавливаются. Нужно. Вопросов нету. Технологический транспорт нужен, и он должен иметь возможность перемещаться. Но для того, чтобы он имел возможность перемещаться, должны работать власти, а не пиар-менеджеры. Сделали ёлку, спасибо, но помимо ёлки, как выясняется, есть и другие необходимости. Но, к сожалению, имеем то, что имеем. Ну, такова жизнь. Вот я увидел, к сожалению, вот такое, есть хорошее, но в этом хорошем постоянно находится зерно плохого. Почему так? Ну, не я в этом виноват. И это не потому, что я хочу увидеть плохое. Оно вот оно, его искать не надо. Всем хорошего настроения. Субтитры сделал DimaTorzok